Можно только приветствовать эту новую серию, которая есть на общественном телевидении под названием «Свет и тени». Для меня это очень хороший пример, который идет по контексте или, как говорят, русле тех изменений, которые сейчас вообще происходят в преподавании истории в школе. Куда смещают сейчас акценты? Ну, это в мировой исторической науке началось примерно лет 20-30 тому назад. Это называлось поворот от макро к микроистории. Сформулировано это еще было к теме «человек в истории». История становится интересной, особенно когда она изучает не только общие закономерности и процессы, но конкретно людей, личности, их характеры. Людям очень интересно, вот сейчас такой бум на историю во всех странах, и в России тоже, и интересовались, а что, почему такой интерес к истории? Люди ищут в истории ответы на вопрос сегодняшнего дня. Они ищут аналогии. А аналогии – это характеры. Как сталкивались характеры, настроения, нравы, моды – все это сейчас в центре внимания. Второй очень важный вопрос. Мы, когда делали культурно-исторический стандарт для нашей школы, назвали это трудные вопросы истории. Трудные не в смысле, что трудные все в истории, что было, а трудные в том смысле, что есть разные точки зрения на то или иное событие, на те или иные явления, на те или иные личности. И это сегодня тоже одна из тенденций, как говорят, тренд такой общемировой. О чем речь идет? Мы сейчас отводим очень большую роль учителю в школе, преподавателю. Он рассказывает о событиях, но это и касается, может, не только школы. Сейчас создан специальный экспортный совет по высшей школе. Надо преподавателям, профессорам в УЗИ и учителям в школе рассказывать, что есть события в истории, которые вызывают разные точки зрения, разные оценки. И одна из задач сегодня стоит в том, чтобы представить эти разные точки зрения, и чтобы студенты, если это ВУЗы, школьники, если это школа, могли самостоятельно обдумывать и решать, что им кажется более важным, что соответствует Польше настроениям и так далее. И поэтому есть интерес к этому, и очень можно приветствовать то, что эта серия выходит. Имея в виду, что в ней как раз будет идти речь о личностях, которые вызывают большой интерес в истории разными оценками. Но не только разными оценками, а это в основном, я так понимаю, противоречивые личности сами по себе. То есть вообще все личности в истории противоречивы. Я думаю, что это общий закон человеческого существования. Для меня, когда человек однозначен всю свою жизнь, он неинтересен. А если он рефлексивен, еще к тому же пересматривает и свои точки зрения, это интересно. 27 июля 1890 года Винсент Вильям Ван Гог вышел на пшеничное поле за поселком художников Авер-Сюр-Уаз, недалеко от Парижа. Установил мольберт, взялся за кисть и вдруг отложил ее. Достал из ящика с красками револьвер и выстрелил себе в грудь. Но пуля отрикошетила от ребра, прошила тело и застряла в паху. Раненый, он добрался до постоялого двора и два дня мучительно умирал. Что заставило художника свести счеты с жизнью? Был ли он безумен? И сам ли нажал на курок? Он страдал, безусловно, определенным психическим расстройством. Каким это другой, самостоятельный вопрос? Вот эти вот корни переплетающиеся, а также пшеничное поле, над которыми взлетают вороны. Это вот работа написана действительно в последние дни, последние недели его жизни. И именно в этих работах пытаются найти ключ к разгадке случившегося в конце июля 1890 года. Действительно, был в это время депрессивный приступ. А мог быть этот демонстративный поступок, где он случайно вообще нажал курок, он не хотел, он хотел изобразить что-то или ранить себя куда-то. Сейчас никого не нужно убеждать в том, что Ван Гог – великий художник. Но при жизни все было иначе. И его имя Винсен, которое в переводе с латинского означает «победитель», казалось, нисколько к нему не относится. А ведь он практически в одиночку изменил само наше представление о живописи. Но какой ценой ему это далось! Вы слышите? Слышите? И он выбирает путь обездоленности, путь служения обществу так, как он его понимал, путь самобичевания, самоотдачи, путь самоистязания вот этого добровольного мученичества. И только пройдя через него, огрубив свою манеру, буквально вылепив ее из земли, из которой слеплена знаменитая картина «Едоки картофеля», только после этого он может робко взглянуть на солнце, увидеть мир французских импрессионистов и, наконец, увидеть свое солнце в сто раз более яркое, контрастное, жесткое и жестокое. Жестокое к нему. Ван Гог родился 30 марта 1853-го в деревне Гроут-Зюндерт голландской провинции Северный Брабант в семье протестантского пастора Теодора Ван Гога и Анны Корнелии Карбентус. Был их старшим сыном, но не первенцем. За год до него, ровно день в день, родился тоже мальчик. Тоже Винсент Вильям Ван Гог. Это второй Винсент Ван Гог. Первый младенец действительно упокоился, и так и не став, не осознав себя самостоятельным человеком в младенчестве. Все свое детство Винсент номер два ощущал себя всего лишь заменой умершему брату. Он чувствовал себя чужим в собственном доме. И каждое воскресенье он ходил на службу мимо могильного камня, на котором было написано его имя. Это не могло не сказаться на психике ребенка. Ван Гог мог реально действительно заболеть, но не вследствие этого события, а вследствие генетической, так сказать, обусловленности его психического расстройства. У Ван Гога страдала душевным заболеванием сестра Вильгельмина, которая порядка 30 лет провела в приюте для душевно больных. Мы знаем, что его брат Тео на протяжении многих лет жизни страдал депрессиями. И мы знаем, что другой брат Ван Гога покончил жизнь самоубийством. Вот такая наследственная тягощенность. Я не знаю, не страдала ли мать Ван Гога душевным психическим расстройством, потому что есть такая точка зрения, что мальчики в психическом плане напоминают матерей, душевный склад, характер матерей, а девочки – отцов. Триггер генетический, скорее всего. Причина его расстройства заложена в генах. Точно так же можно посчитать людей, которые связаны с искусством в среде Ван Гогов. Это родной дядя Винсента Ван Гога, крупный меценат, покровитель, торговец современным искусством. Его сводный, но все-таки родственник и учитель, крупнейший голландский художник Антон Мауве. Точно так же искусство в жизни Ван Гога было ничуть не меньше, а, пожалуй, что и больше, чем ментальных отклонений людей разного с ним братства. Но если оценить особенности личности, особенности поведения Винсента Ван Гога, то можно сказать следующее, что на протяжении всей его жизни для него были характерны перепады настроения от депрессии до мании, подъем. Мания – это подъем эмоциональный, с приливом сил, энергии, чувством радости. И во время маниакальных таких состояний, как сейчас говорят в ФАС, больные, и в частности Ван Гог, отличаются необычайной такой плодовитостью, когда пациент, образно говоря, готов обнять весь мир, когда его переполняет чувство радости, восторга, и он вкладывает свою энергию в творчество, в работу. Так и было у Ван Гога. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот такое чередование маниакальных и депрессивных ФАС позволяет предположить наличие так называемого биполярного аффиксивного расстройства. Совсем недавно в музее Винсента Ван Гога в Амстердаме состоялась выставка «Ван Гог на грани безумия». Один из вопросов, который ставили себе кураторы этой выставки, был резкий, тоже на грани. Был ли Ван Гог сумасшедший? И насколько он был психом? Так ведь часто можно услышать, да, в просторечии. Так вот, на этот вопрос тоже нет однозначного ответа. Наверное, одно из самых авторитетных исследований провели английские ученые, которые не просто анализировали работы Винсента Ван Гога, а взяли в качестве основы его автопортреты. Хорошо известно, что в период с 1886 по 1890 год он написал более 30 автопортретов. Собственно говоря, подтверждено научно, что это влияло на его творчество, его болезни. Сколько ему было поставлено диагнозов, потому что это даже запомнить невозможно. Пограничное расстройство личности, саморазрушительное поведение, там, тревога, импульсивность и всё в рамках. Органический психосиндром. Стресс. Это как диагноз тогда, что... Простите, у кого стресса вообще нет в этой жизни? Вот там говорили, у него сложности жизненные, у него не было денег, то у меня всю жизнь их не было. Ничего не происходит. Фокальная эпилепсия. Не верифицировано. Шизофрения. Порфирия. Это уже диагноз соматический. Отравление угарным газом фигурировало там зачем-то. Алкоголизм. Биполярное расстройство. Лекарственная зависимость от бромкалия, которая вызывает галлюцинацию. Забудьте вычеркнуть и всё это. Это абсолютно никому не нужная вещь. Они совершенно ничего не добавляют ни к творчеству, ни к пониманию его. И для меня, честно говоря, загадка, каким образом Ван Гог избежал диагноза истерии, когда его лепили кому не лень, кому не попадя. Прямо бушевала эпидемия. А вот Ван Гог каким-то образом это участие избежал, хотя у него куча демонстративных поступков, именно истерических таких. Истерию можно же рассматривать не обязательно как заболевание. Какой вариант психопатии, как уродство характера, скажем так, человека с демонстративным поведением. У него было очень много демонстративного в поведении. Многие из и его предков, увы, страдали и приступами депрессии, и апатией, или наоборот, ажитированными состояниями. Мы сейчас точно не можем сказать, были это психические расстройства. Или, скажем, им нужно было просто принять успокоительное, как мы делаем это сейчас, сегодня. А тогдашняя психиатрия и психология по-другому относились к личностным особенностям человека. Судьба Ван Гога – одна из самых трагических в истории искусства. Он прожил всего 37 лет. Меньше 10 лет занимался живописью. Но сколько он успел, А сколько пропало! В доме одного безымянного плотника оставалось более 500 его работ. Куда они делись, никто не знает. А ведь он мог, как сыр в масле, кататься. Можно сказать, что подходов к миру искусства в его жизни было два. Первый – по воле семьи. Винцент Ван Гог еще до своих 20 лет стал успешным продавцом в художественном салоне. Продавал не просто краски и холсты. Нет, он продавал картины, произведения искусства. Говорить о них мог убеждать своих клиентов. Был перспективным в плане карьеры человеком. Но опыт еще не был накоплен. И просто следовать чужому сценарию, идти по чужим стопам, художнику, будущему художнику, показалось, по-видимому, недостаточно честным. Всю жизнь у честного Ван Гога практически не было своего угла. А иногда и куска хлеба. Его работы сбывали в разнос с тележек уличные торговцы хламом. Их раздавали в качестве дешевых призов посетителям питейных заведений. Ими латали дырявые стены в номерах постоялых дворов. И даже продавали, как чистые холсты, свертками по 10 штук. 10 центов за сверток. Винсент Ван Гог все-таки ввел такой очень трудный образ жизни. Мы знаем, что он злоупотреблял абсентом. Абсент был непременным атрибутом богемной жизни парижских художников. И находясь в Париже, к сожалению, Винсент Ван Гог приобщился. Мы знаем, что абсент оказывает определенное влияние на психоэмоциональное состояние любого человека. Но, учитывая, что питание у Винсента Ван Гога было очень скудное, в день мог только съесть кусок хлеба, выпить чашку кофе, испытывал все время финансовые сложности, заказывал все-таки более дешевые краски. Использование вот этих вот дешевых красителей также повлияло на физическое состояние Винсента Ван Гога. В период приступов он мог есть эти краски. Кроме того, когда у него начинался приступ, а это точно зафиксировано, он просто отхлебывал скипидар, с помощью которых он разводил эти краски. Ван Гог, он же не продавался совершенно при жизни, почти. Там его красные виноградники вроде бы были проданы, и что-то еще. Да даже толком никто не знает. Умер в нищете, и вдруг он стал известным и богатым. Что произошло? Произошло то, что его начали продвигать. Никому больше не конкурент. Он уже ничего больше не напишет. На нем можно отлично нажить деньги. Когда в 1893-м немецкий галерист Юлиус Мейер-Греффе приобрел картину Ван Гога «Влюбленная пара», он сразу понял и масштаб неординарной личности художника, и рыночный потенциал его работ. А создавая историю «Аганимом художники не от мира сего», изящно переплел факты с легендами. Но не сразу нащупал образ, который сейчас знают все, и написал три варианта биографии. В первой Ван Гог был здоровым человеком из народа. Версия не зашла. Тогда Мейер-Греффе сделал из него бунтаря-авангардиста, этакого борца с замшелыми академиками. Ван Гог-анархист отпугнул обывателя. И только третья редакция биографии, в которой автор представил публике святого безумца, рукой которого водил Господь, удовлетворила всех. Новое искусство ждало от влиятельных фигур своего пантеона. Это не только эмоциональность, не только смелость в художественном высказании, не только новации в формальных областях. таких, как цвет, композиция или фактура живописная. Это еще и особая ценность переживания. Новое искусство ждало от художника как раз повышенного эмоционального фона. И Винсент Ван Гог стал здесь, наверное, одной из самых ожидаемых, потому невероятно выстреливших фигур. Цена работ Ван Гога с каждым годом растет. Так, если в 1987-м японский миллиардер Рёй Сайто отдал за один из вариантов вангоговских подсолнухов 40 миллионов долларов, то чуть позднее, в этом же году, его ирисы ушли почти за 54 миллиона. А в 1990-м тот же Сайто заплатил на аукционе Кристис в Нью-Йорке 82,5 миллиона долларов за портрет доктора Гоше. На тот момент самый дорогой на арт-рынке. Но его едва не принесли в жертву. Эксцентричный владелец картины потребовал, чтобы после его смерти картину сожгли вместе с ним. Представляете себе, многомиллионного Ван Гога в печку превратить в пепел. Вроде бы никто не решался, но картина исчезла. И когда через несколько лет Метрополитен-музей искал ее для выставки, найти не мог. Казалось, все, картина исчезла. Но поразительным образом Ван Гог уцелел. Повезло. Японский магнат благополучно разорился. Кредиторы не дали совершить акт вандализма и перепродали картину в конце 1990-х еще одному богатому человеку. Но это не единственная интрига, связанная с этим портретом. Известный французский актер Антоне Нарто обвинил Гоше в том, что он травил художника, чуть ли не сознательно вызывая у него психотропными препаратами депрессию, которая и привела к катастрофе. На портрете доктора Гоше изображена веточка на перстянке. На перстянке дигиталис – вещество естественного растительного происхождения и до сих пор используется для лечения сердечной недостаточности. И поэтому, скажем, обвинять доктора Гоше в том, что он умышленно отравил ван Гога дигиталисом, наперстянкой, ну, на мой взгляд, неправомерно. Гоше защитил диссертацию по меланхолии, он считался специалистом, понимающим психоэмоциональное состояние своих пациентов. Но как такового лечения никакого не было. Благодаря доктору Гоше была коммуникация между Винсентом Ван Гогом с другими художниками и его братом Тео. Но катастрофа все-таки случилась. Причем в самый счастливый период жизни Ван Гога. В его желтый домик в Арль наконец-таки приехал Гоген. Винсент! Винсент! Поль! Поль! Ты здесь, на самом деле здесь. Винсент! Но ты приехал на день раньше. Тео написал, что ты будешь, только давай сюда свои вещи. Винсент Ван Гог легко сходился с людьми. И более того, познакомившись с кем-то, он считал себя обязанным этому человеку. Недаром, когда Гоген и Ван Гог решили поменяться картинами за одну картину Гогена, Ван Гог сразу предложил две. То есть он себя сразу поставил ниже, как будто бы обесценил и в позицию ведомого себя поставил. Хотя по истовости, по масштабу таланта они были как минимум ровнее друг к другу. В ночь с 23-го на 24-го декабря Ван Гог в ярости набросился на Гогена. Гоген, отменный фехтовальщик, рапиры отсек ему мочку левого уха. Откуда взялась эта рапира? Куда она потом делась? Вся эта история так и осталась абсолютно таинственной. Ван Гог рассказывал потом, что он сам отсек себе ухо и подарил медицине термин синдром Ван Гога. Это самоистязание, это опять жертва. Я плохой, значит, я должен себя наказать. Значит, я должен пройти через мученичество, подвергнуть себя истязанию. Даже помутнение, рассудка у этого человека, у этого жертвенного человека проходит через этот болезненный, теперь уже травматический альтруизм. Все случаи аутотомии с тех пор в литературе западной называют синдромом Ван Гога. Но тут всегда возникает вопрос, не было ли это попыткой суицида. На следующий день его поместили в клинику, которая находилась там же, варля, и именно в этой клинике он впервые встретил доктора Рея. Доктор Рей был первым врачом, который провел осмотр Винсента Ван Гога. Довольно широко известен документ, который просто с хирургической точностью показывает, так сказать, линию отреза. То говорили, что он отрезал себе мочку, ухо нет, он себе отрезал целое ухо, отхватил полностью. Доктор Рей создал этот рисунок уже в середине 30-х годов, когда к нему обратились за справкой и вот с точностью профессионального врача отметил пунктиром на своем бланке и заверил своей подписью то, как это было сделано. Да что вы знаете о боли? Я видел такие муки, какие вам и не снились. Позвольте мне говорить с Кея, пока я держу руку над огнем. Винсент! Действительно, про руку, которую он держал над лампой, если бы этого не было, то это стоило бы придумать. Обществу эти жесты были не нужны. Это было, как бы мы сейчас сказали, девиантное поведение, отклоняющееся поведение, что-то странненькое какое-то. Но разве можно представить себе человека с обнаженными нервами, без романтических чувств? Конечно же, это невозможно. Чувства и составляли его жизнь, но Ван Гог пропустил их через живопись и живопись. Заменил этому странному, одинокому, рыжему, беззубому, несчастному человеку то, чего он не получил в личной жизни. Я хочу жениться на вас, хочу стать мужем вам и отцом Яну. Нет, никогда, никогда. Мечтал о том, что она все-таки отдаст ему свое сердце, но она не ответила ему взаимностью, собственно, не видела этого никакого смысла. и это было для него сильнейшим ударом. Вот это обитательница квартала Красных Фонарей, Син, уже одним ребенком, она ждала второго ребенка, не от Винсента Ван Гога, ребенка, которого Винсент начал растить как собственного сына, отдавая последнее, делясь, отрывая от себя. Вся семья ополчилась против этой женщины и думала о ней, на самом деле, хуже намного, чем она в реальности была. Она вернется на панель, что там ее место, а она на панель не вернулась, она стала прачкой. Она была честным человеком, который мог быть рядом в трудную минуту и поддержать художника своим теплом. Семья, которая отторгла Винсента Ван Гога от его выбора, которая сломала его. Священник назвал бы нас грешниками, но разве это грех любить. В 2011 году американские писатели Стивен Найфе и Грегори Уайтсмит, авторы очередной биографии Ван Гога, выдвинули версию, что 27 июля 1890 года ему выстрелил в живот 16-летний Рене Секретан. Тот проводил лето в Авер-Сюр-Уазе, выпивал и насмехался над странным художником. Найфе и Смит основали свою теорию на вольной интерпретации интервью, которое Секретан дал в 1957 году, за несколько месяцев до своей смерти. Очень не повезло, Ницше говорил, что если жизнь не удается тебе, если червь сомнений тебя гложет, тебя удастся смерть. Попал в ребро, не туда, отскочил, ему чуть ли не в гениталии, куда-то попала эта пуля кровотечения, началось, долго умирал, сепсис, и смерть не удалась ему. Не столько от выстрела он скончался, сколько от слабости, от травмы, от потери крови, и от того, что его истощенный организм не смог сопротивляться, не обладал уже ресурсом для восстановления. Это мученичество он до конца и сбыл. И это, конечно, в сознание не помещается абсолютно так, стремиться к жизни и одновременно так драматически с ней распрощаться. после его смерти художник-импрессионист Камиль Писару говорил своему сыну, я всегда предчувствовал, что Ван Гог либо оставит нас всех позади, либо сойдет с ума. Но я не предполагал, что ему удастся и первое, и второе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok